Закрутилась вот прям уже по-настоящему. Команда приехала, оборудование приехало. Я красавчик. Вот такая контора, типа концерт в «Металлике», они там монтируют до хера этих стен вокруг. Поживут Оли своими выгодами с этого проекта. Больше четверти миллиона долларов, чтобы передвинуть стену. Вот эта новая жизнь, вот эту депрессию трагедии, смерть папы, она нас тут же замещает. Криворукий ублюдок поцарапал новый монитор. Вот рука с жопой. Да, я уже смотрю на чекер-борда. Это невероятно. Что? Это круто! Посмотрите, какая красота. Посмотрите на это. О-о-о, we're in business. Это победа. Я, значит, вернулся. Что вы думали? Здесь, значит, стояла камера. И левый ее брал иногда. И пока он это делал, криворукий ублюдок просто поцарапал новый монитор Flanders. Здесь есть царапины, но ее прям сильно видно. Вот она. Вот рука с жопой. Я приехал, увидел эту херню. Даже на матбоксе, на камере, вот, матбокс там. И вот тут есть, ну, здесь не видно, но есть след. Я ему пишу лево, типа, блядь. Этот матбокс это реально, блядь, опасность для того монитора. Он такой, а что ты имеешь в виду? Ну, типа, прикинулся долбанно. Я такой понимаю, что он прикинулся долбанно. Такой думаю, ну, если ты хочешь эту карту разыграть, то хорошо. И пишу ему, типа, да я, блядь, поцарапал монитор. Проходит два часа. Он звонит. А что с монитором-то? Я говорю, да, вот, поцарапался. Он такой, ну, возможно, это я поцарапал. Это уже хорошо. То есть он за два часа понял, что надо признаться. Народ, а! Читаю у вас, как открытую книгу. Приехал в Фландерс. Это лутбоксы и подставка под них. Самое главное, приехали тирадеки из Сибири. Вот они, вот они. Это, значит, режиссерские, орнехонькие, моненькие. Со встроенными тирадеками. Болтами 4К750RX. Спасибо всем причастным. Ай-яй-яй, какая красота. Спасибо. Ну, а сегодня распакуем лутбоксы. Воткнем их в стойку. И будем еще на один шаг более готовы к DIT-телеге. Самое главное, что вроде как стену прям сегодня начинают двигать. Пойдем посмотрим. Я не верю. Что-то пока ВОЗ и ныне там. Возможно, действительно, сегодня они заедут. Завтра начнем. Четненько. Подставочка рэковая. В чем заключается прелесть этих лутбоксов? Что значит, они по эзернету подключаются к лайфгрейду. И ты, когда что-то там крутишь в лайфгрейде, оно почти в реальном времени, несколько раз в секунду, обновляет лут, который, собственно, загружает сразу же в этот лутбокс. И сигнал ты видишь, как будто он прошел через этот лайфгрейд, лайфгрейд его покрасил. В общем, и все это происходит на уровне лутбокса. То есть, неважно, сколько камер мы заведем, нагрузки на ноут это не создаст. И еще он умеет делать фреймграб. В общем, это офигенно. Сигнал как будто мы себе завели и сами же его выплевываем. И плевываем. А на самом деле это все происходит по струб через лутбокс. Вот, собственно, лутбокс. Аааа, бокс I.O. 2 SDI Auto, 1 и 2 in и loop out. Вот оно. Достаточно увесисто. Солидно так увесисто. Ох! Чик. Прекрасно. Значит, там у нас лутбоксы. Здесь у нас роутер. Тут у нас Wi-Fi роутер. Ниже будет Ethernet свитч. А вот здесь место под четвертый лутбокс. Он обязательно сюда встанет в будущем. Чтобы можно было аж 8 камер одновременно. 8. Это уже что-то. Все ближе и ближе мы к успеху. Где айтишным успехам? Вообще, надеюсь, конечно, что проект состоится. Чтобы можно было за один проект, как минимум, ну, хотя бы десяточку-то вернуть. Это хотя бы мониторы сама телега. Таких пять проектов и телега окупилась. Прилетаем мы, значит, из похорон. И здесь происходит застройка активная этой стены. А именно перенос ее под проект с инфидцем. Под проектом докупсес, докуфичер. Значит, приезжаю я в офис первый. Восемь утра. Для того, чтобы спокойненько пока все раздупляться, придут, покрутить свою телегу. И только я, значит, захожу. Чувак такой стоит рядом с офисом. О, я доставку привез для четвертой стены. А четвертая стена – это те, кто должны переставлять эту стену. Ну, похоже, это все-таки начинается. Мой проект заработал. Очень просто. Начинается. Мы в порядке. Какая доставка здесь? Вбед. О, перфекистая место. Спасибо. На пополнение. Нет. На то, что ты делаешь надпленное место? Да. На это? Да, на то, что ты делаешь надпленное место. Что мылся, что не мылся, но разминка утренняя прикольная повышала, мне нравится. Команда приехала, оборудование приехало, я красавчик. Демонтажом-монтажом занималась как раз компания 4Wall, она монтирует такие конструкции на больших концептах очень быстро. Типа концерт металлики, они там монтируют до хера этих стен вокруг, большой стадион или еще что-нибудь, и ими потом хороводят. Вот такая контора, и это, кстати, и стена. Парни сейчас будут переставлять ту стену, доп-стену ставить. Да, они еще все торопятся, у них там прям за 10 часов надо все сделать, за 10 часов надо все сделать. Не знаю почему, видимо, овертайм не хотят платить. I like the fact that you're counting meters. That would be nice. That would be superior. Let's make a hole for this right now. We'll move the truss, we'll consolidate all these boxes, and then we'll start doing the stuff that we're supposed to do. All right. Какая там вообще была история? Были какие-то съемки или был какой-то концерт, они припаковали эту стену здесь, в рамках этого ангарчика, с тем, чтобы, если что, ребята, сдавайте эту стену в аренду, ей бабки попили. Вот такие прекрасные люди. Но потом пандемия, потом забастовка, и эта стена как-то здесь пылилась, эта комната вообще была захламлена. А тут в съемочке, значит, стена и хостебливо используются. Вышел транш денежный от продакшена, от клиентов, и этот транш они использовали на то, чтобы переделить стену под этот проект и будущие проекты, то есть они пожертвовали своими выгодами с этого проекта, вложили их в то, чтобы переделить стену и поставить боковую стену. И сделать пол, что немаловажно, человеческий. Вот они пипец какие оперативные. Чувак, который там всем заведует. Так-так-так, давай вы дождете. Дуду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Хотят успеть 10 часов все по максимуму сделать. Передвинуть систему трассы, разобрать нахрен эту стену, сложить в коробки, пододвинуть ее и собрать заново. А еще боковая стена. И все за 10 часов. А вот трассу они завтра будут делать. Круто. И это все быстро происходило. Я документировал. Все это дело помогал, чем мог. И пока они собирали здесь свой сайт, я собирал там свою телегу. Ну вот, поснимал немного бэкстейджа, как они начинают работать. Сейчас у меня у самого тут работают вагоны, телега. Все доехало. Все составные части, кроме одного монитора, который я возьму в аренду. Телега, как она была, как я ее оставил. И вот эта штука, которой не хватает. Это Ethernet switch, ридеры, модули для ридеров, провода. Упс. Ну и все вот это. Сейчас у меня задача за эту неделю доделать эту телегу. Провода. Органайзеры для проводов. Вот это quality check, я понимаю. Какой-то тест. Как, короче, в Linux при компиляции чего-то, вот, пожалуйста, тебе quality check. UBS. Какой, UBS? APC. Такой кабелина интересный, сомнительный. Никогда такого не видел, чтобы USB-A на Ethernet, но это не Ethernet, это проприетарная по***нь, сделанная из генеральных компонентов. Так, с выпускниками разобрались. Кабеля предлагаю им сложить, забрать по этим органайзерам. Жизнь прям кипела. Производилось впечатление, что мы прям готовимся к этим съемкам этого доку-фичера на пять дней, потому что там бюджет был солидный достаточно на эти пять дней, что-то типа больше четверти миллиона долларов. О-о-о, нифига себе. Switch. Блин, прикольно еще коробки делают. Сразу все понятно, что здесь 24 порта 10 гигабит и два порта по 25 гигабит. Стоечка походная. Была крутая подготовка, просто вот эта новая жизнь, которая вот эту депрессию трагедий, да, смерть папы, она тут же замещает вот эта вся суета, а это ты утром приезжаешь, в часть утра встаешь, потому что ты знаешь, что тебе терегу надо с нуля собрать, все компоненты к ней заказать, собрать вместе, протестировать, что работает. За траблшутить, если не работает. И это все занимало кучу времени, кучу фокуса, был фокус весь там. Некогда было грустить, так скажем. Стоило отвернуться, они уже стену разобрали, уже собирают на новом месте. Очень быстро действовать. Ну это глобальный успех. Походу они все успеют поставить стену по моему проекту, так еще и дополнительную стену поставить. Вообще. Это прям крутяк. И эту дополнительную стену мы можем использовать как источник света. Красота. Попытаюсь сформулировать ощущение, которое у меня сейчас, да, закрутилось вот прям уже по-настоящему. Лифтов. We have lifts. Ну красота, чё. Прям полдня прошло, они на обед походу ушли все. Это, конечно, непередаваемое ощущение, что по твоему проекту сделали и все получается. Блин, офигенно. Короче, трасс-систему они на завтра перенесли, они пока просто ее пододвинули сюда. Потом останется нам просто пол сделать и все, но, блин, это, конечно, вообще победа. Теперь у нас будет стена без столба и мы можем полностью снимать она плоская. Офигенно. Просто, блин. Я супер рад. Супер рад и счастлив. Пришлось вытащить этих ребят, чтобы понять, какой у них айпишник по умолчанию. По умолчанию айпишник у фландерс, бокс.айо. 102-106-8-1-244. Гультина. Сейчас мы их поменяем, чтобы привести их в нашу сеточку. Я люблю, чтобы моя сеточка была 102-106-8-2. Что-то там. Вот такую я люблю. Начнем с первого. Аминь. Так, теперь поменяем мы. Ну вот, пожалуйста, два хочу я. Два. Это первый. Он будет 2-2. Второй будет 2-3. Третий будет 2-4. Этот будет 2-5. Этот будет 2-6. Аджа 2-7. Монитор 2-8. Второй монитор 2-9. Ну и все. А остальное это камеры и всякое такое. MacBook и все остальное. То есть то, что на постоянной основе у меня будет в телеге. Плюс-минус статичные IP адреса иметь будет. Ну а дальше из DHCP. Вот эта штука будет раздавать айпишники. Крутяк. Я, короче, подключил все устройства из этого рэка в сеть. И теперь могу контролировать все из лайтгрейда. Например, вот видеороутер. Тот самый нужный уровень абстракции, чтобы можно было делать вот такие штуки. Ну, типа, всяко-разные. Куда угодно. Ааа. Тильно просто. Пришла пора подключить все SDI кабели ко всем нужным портам. С помощью вот этой замечательной диаграммы. Которая мне просто спасает и будет еще спасать не раз в жизни. Поехали? Чего? Почти пять часов вечера. Пойдемте, посмотрим, что они там сделали со стеной. Интересный прогресс. Я проверял последний раз, когда были они на обеде. Это было где-то в два. Вот сейчас что за три часа произошло? Они прям пипец быстрые. Поехали. Поехали. Марк. Да, я уже смотрю на чекер-борд. Это невероятно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все проверил, все хорошо День очень и очень продуктивный вышел Монитора одного не хватает, который жду Фландерс обещает через пару недель только отправить Поэтому будем арендовать его Сука, дорогие! Чего типа 200-250 баксов в день Стоят в аренду такие мониторы Тут вообще если по частям собирать эту телегу Она вообще золотая будет Так что в голодный год можно ее в рентал Новый день Сегодня будем доделывать вот это И смотреть, что они будут делать со стеной Они сегодня доделают стену Такие, блин, дела Настраивает прикольно и круто Профессионалы своего дела Делают это просто на потоке И поэтому для них ничего не составляет проблемы И что сделать заново? Аминь, look at that! Там у них сегодня какая-то встреча Затем большим столом Поэтому я перемещаюсь в камору Сейчас вот найду себе камору уютную Ага Вот это похоже на уютную камору О, и стол имеется Да, я здесь сегодня Поехали Проверимся Давай, давай, живай О, we're in business Не, ну вот сейчас уже можно о чем-то говорить, да? Это уже походит на DIT-телегу здорового человека Здесь у меня LiveGrade Здесь у меня SilverStack Это SilverStack Копирование, бэкапы Контроль сигнала, роутинг И подкрутить цвет на площадочке Легонько Вот монитора не хватает Вот зато коммутация для него уже на месте И в случае пи***ца У меня есть 104 минуты в режиме, когда ничего не происходит Оставшаяся часть уравнения Это отправка сигнала в видеодеревню И отправлять сигнал в видеодеревню Я буду с помощью двух тирадеков Фан Это фан Посмотрите, какая красота Стена, висящая, боковая Она висит такая, болтается Я подхожу к ним Говорю, можно тупой вопрос? Вы же ее зафиксируете, да? Чтобы она не болталась Вики смотрят на меня Да нет, сейчас мы просто ее, типа, тушим Поэтому она болтается А потом, когда перестанем Она не перестанет болтаться Я такой говорю Чуваки Мы тут много вентиляторов включаем обычно Чтобы волосики развивались на ветру Зафиксируйте на всякий случай, пожалуйста Вики, да, good point На сегодня у них все Ну что я могу сказать Это, блин, фантастический успех Победа И вообще Инженерная эстетика Вот эта висящая стена Вот в правильном месте находящаяся Та самая стена Никакие столпы не мешают Никакого мусора, б***я, нету Ну, точнее, есть какой-то творческий беспорядок Вот это вот Но это тоже Это уйдет Это уберут И самое прикольное, что Я наконец-то узнал, кто оператором будет На вот этом Исусим проекте Оказывается, оператор там Тот же оператор, что был оператором Как много я сказал слова Оператор, конечно Тот же оператор, что делал документалку Навальный Это ли не знак? Короче, это победа Это в том числе моя персональная победа Потому что это мой дизайн Это мое предложение Моя идея И они ее реализовывали Фух Теперь это уже профессиональный, блин, съемочный прием Который может себя начать окупать Очень удобно снимать говорящие головы Вашим документалкам Интервью В production value Просто masterclass.com Любой задник архитектурный, который хотите Просто за минуту генерится в миджорни Отправляются на фон И все Ну, что я могу сказать Походу мне, блин, нравится все-таки техническая сторона медали Сильно больше, чем покрасочная сторона медали Больше энтропии Здесь починил, там поломалось Очень много составляющих элементов подвижных На рабочем столе Раз, два, три, четыре, пять, шесть мануалов Просто лежит на всякий случай Это прикольно Ответственно еще Немножко нервяк Но ничего, справимся А еще Марк должен мне подогнать рейд Пять камер Сырой ред Интервью Пару часов они будут писать каждого Точно И у него рейд на 56 терабайт Соответственно, делаем из него рейд один 28 терабайт Жить можно Теперь надо переключить передачу на колориста Потому что завтра приходит клиент С этим полным метром Ужастиком Там уже все готово на самом деле Проект уже собран Осталось только сесть с оператором И пройтись по сценам Чтобы определить, как эти сцены будут выглядеть Круто еще Круто Продолжение следует...